наш ансамбль существует уже 28 лет во второе поколение в ансамбле вывезло сирин это профессиональный ансамбль и вот в 89 году когда мы собрались это были молодые профессиональные музыканты которые поставили перед собой несколько задач первая из которых была понять что такое была древнерусская музыкально-певческая культура по дне обычно понимается русская служебное пение до начала восемнадцатого века это период который вот по пору если смотреть по рукописям он охватывает период где-то с тринадцатого века когда вот если появится более-менее стабильно до до конца семнадцатого это до европейские периоды русского музыкального искусства когда у нас был знамен на распев когда мы записываем чем в том числе и полифоническая музыка русская полифоническая музыка в этом даже профессиональные музыканты очень она появилась пятнадцатый веке и было совершенно не похоже на европейском но не было гармоническим полифоническим по своим законам и эти песнопили сегодня расшифровываются и у меня в ансамбле работают специалисты действительно люди которые мы сейчас сами работаем с рукописами сами занимаемся расшифровкой для того чтобы заниматься этим мало быть просто профессиональным музыкантом нужно действительно знать и законнославянские знать и риторгику знать в каком-то вещи знать хорошо историю истории музыки потому что это многие вещи нам неизвестны потому что когда я спрашиваю даже взрослых людей спрашивают об истории россии я говорю что у нас было в пятнадцатом веке вот пятнадцатый век это же это же очень серьезных изменений в российском государстве никто не знает что у нас было в шестнадцатом веке что это было в семнадцатом веке и так далее оказывается то есть у нас для современного человека нашего история начинается с лучшем случае она начинается с родом романов она начинается с середины там сначала с начала семнадцатого века у нас есть очень мощная история история культуры истории музыки и знали ее мы по-другому совершенно оцениваем исторические процессы и оцениваем то что происходит с нами сегодня это очень важно вот это одна из задач и это тема огромной реакции выступления ансамбля которым нужно приводить сюда вторая часть нашей работы это духовные стихи духовные стихи это название собственно такой филологический термин под которым подразумевается песня духовного содержания традиционные песни духовного содержания и они были очень разные и мы их собираем мы с ними работаем есть несколько видов духовных стихов это это эпические духовные стихи это подсказители как они сказывали были на белье муромцев англ обрине никитича о вальде никулович и так далее так далее вот когда воспринимая христианство они в свой репертуар включали наш репутчат святых это было георгий победоносец и фёдор тиран и дмитрий донской и кирик и улита и алексей человек божий и речь о двух лазарях глубинные книги вот то есть они стали сказывать о них также для них для них ведь на самом деле все эти все герои были это реальные реальные люди реальные не персонажи какие-то реальные герои которые которые в разное время жили и разным образом остались в истории мифической и в истории реальной так же как и святые это реальные люди другой источник духовных стихов это монастырские духовные стихи это мы находим их на полях певческих рукописей а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Человече, ащееси честен властелин, Тобо дар Божий дан тебе, Не возгордись, а вы величестве своеме Воспоминай смертный часок, Как о земля еси в землю, Покио ты деши, о человече, Обоих Бог сотворил, нища и богата, Нищий и богатым и питается, А богатый нищего молитвою спасен бывает. А сегодня-то день на Воскресенье, Накануне-то было Воскресенье, Уже не сердца прислаза на небеса, Расплачется, не ищая Бородия, Уж ты, Господи, царь, до Бога небесу ты, На кого же ты нас умираешь, На кого же ты нас оставляешь, Уж как Господи, царь, до Бога небесу ты, Снищи, братья, и разговаривали, Уж я дам вам гору золотую, Уж я дам вам реку медалую, Свет и лучи да и золотую сталь, Да он из Господа Бога нас оставляет, Не давай мне гори золотые, Не давай мне реки медовния, Потом берут у них богатые люди, И будет промежу их кровопролитие, Уж ты дай мне свое имя Христово, Они станут в Боге у Светуха велики, За Христа они станут величать, И но есть кто велик христиан, Он их преобуешь и приудет, Ты даруй пометленную ризу, А кто их хлебом соль напитает, Ты даруй померальскую пищу, А кто их хлебом соль напитает, Ты даруй померальскую пищу, Я überрел, А zo, А после чего даже он будет верно в землю, А кто их хлеб медаля, Тааааааааа, Таааахаа.... Акангеряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяияяяяяяяяяяяя,